Дорогие друзья, всем здравствуйте! Очень часто задают вопрос, как выпрямить пряжу, которая уже была связана. И особенно, если вещь уже носилась, уже неоднократно стиралась, но вещь поднадоела, пряжа хорошая, хочется распустить изделие и связать что-то новое. Иногда я вяжу пряжу, которую не выпрямляю, но порой случается такое, что пряжу выпрямить нужно. И очень много советов на эту тему. И в книгах, и в интернете, и на каналах YouTube. И некоторыми из этих советов я сама пользовалась когда-то давно. Несколько советов, которые часто используются. Это смотайте пряжу в клубок, клубок поместите в дуршлаг или на длинную спицу. Спицу или дуршлаг. Погрузите над кипящей кастрюлей и клубок обрабатывается паром. Таким образом выпрямляется. Вращать на спице. В принципе, то же самое. Вращайте, не вращайте клубок над паром. Если вы выполнили клубки достаточно маленькие, да, они выпрямятся, но опять же изнутри они останутся кудрявыми. С тех пор, как появились микроволновки, много чего советую делать в микроволновках. В том числе и выпрямлять пряжу. Погрузите клубок в микроволновку, в пакет, со стаканом воды. Вода испаряется, пряжа выпрямляется. Происходит, в принципе, то же самое, что и над кастрюлей с кипятком или над чайником. Я же вам предлагаю следующий способ, который могут использовать абсолютно все мастерицы. И те, кто вяжут на машинах, и те, кто вяжут ручками. Способ выпрямления пряжи при помощи зонтика. В чем преимущество этого метода, вы сейчас сами быстро увидите и поймете. Не нужно мотать клубки. Как видим, распускать очень легко. Достаточно вращать зонтик. Не устает кисть от сматывания клубков. И, что самое лично для меня приятное, что потом достаточно будет поставить рядом моталку, причем любую. Как электрическую, так и ручную. И смотать. Все, что мы выпрямим при помощи зонтика, выпрямится абсолютно равномерно, без исключений. Высохнет очень быстро. В общем, первая наша задача – это легко, играючись и приятно распустить изделие, образец, все, что угодно, на зонтик. Итак, девчонки, кисти не зацепли. Муж, как лежал на диване, так и остался лежать на диване. Дети делают уроки. Никого не привлекали, распустили их. Что уже, кстати, приятно. Далее закрепляем. И тут в дело вступает одно из моих любимых домашних устройств, моих любимых домашних помощников – пароочиститель Керхер. В данном случае, то, что вы видите у меня, это последняя модель пароочистителя. Обожаю эту вещь, потому что просто незаменима. В чем ее незаменимость, еще я вам покажу в своих следующих видео. Но сегодня мы ее используем именно для выпрямления пряжи. Итак, берем узкую насадочку. Устанавливаем мощность пара. Помните, я начала говорить о моле, что, возможно, эту пряжу поела моль. Так вот, пароочиститель Керхер убивает личинки ноль. Пылевые, клещи и много чего другого. И, о чудо, посмотрите, что происходит. Даже если этому вашему изделию было несколько лет, пряжа приобретет совершенно новый вид. Давайте посмотрим. Я надеюсь, вам хорошо видно, как поднимается пух. Итак, посмотрите, пряжа как бы раскрывается. Из пряжи выбивается пыль, выбивается неприятный лежалый запах. Актуально, если изделие долго пролежало. Ну и посмотрите, как она красиво увеличивается в объеме и распушивается. Несомненным плюсом, в отличие от клубков, пряжа выровнялась равномерно, как изнутри, так и снаружи. Таким образом, намотанная пряжа высохнет гораздо быстрее, чем она высохла бы в клубке. Если вам нестерпимо горит начать вязать прямо сейчас, можете взять в ручке фен и высушить вашу намотанную пряжу под мощностью ее воздуха. Таким образом, пряжа высыхает практически мгновенно. Итак, несколько минут, и наша пряжа уже готова к дальнейшей перемотке. Для того, чтобы выровнять пряжу, не нужно никаких кастрюль, не нужно никаких микроволновок. Достаточно иметь вот такой зонтик, парочиститель Керхер, который, кстати, вы можете с легкостью приобрести в интернет-магазине. Ссылочку на которую я оставлю, а промокоду Лорен Волхард получить приятную скидку на покупку вот этого чуда жителям города Симферополь. Опять же, обратившись по промокоду в этот замечательный магазин, вы также получите скидку на покупку этого чуда. И вы получите только качественную технику и незаменимую помощника в доме. Остальные чудеса при помощи этого парочистителя я вам покажу в наших ближайших видео. Ну а сейчас мы готовы перематывать нашу пряжу и давайте посмотрим, как это легко. Субтитры сделал DimaTorzok